Возвращалась домой после рабочего дня, подъехала к мосту, смотрю, стоят знаки, запрещающие знаки. Проезд запрещен, кирпич, и проход запрещен. В очередной раз, уже не первый раз, мы сталкиваемся с этой ситуацией, то, что я не могу доехать до своего дома, который находится на той стороне Барнаулки. С такой проблемой столкнулись и другие жители канатного проезда и прилегающих улиц. Дело в том, что этот мост связывал их с магазинами, школой и другими социальными объектами. Теперь, если следовать правилам, ближайший объезд можно найти за километр. Да и то новый маршрут, как и дорога, на карте не значится. Следовательно, зимой не расчищаются. Местные жители уверяют, мост всегда пользовался популярностью у водителей. Какие знаки не ставьте, они все равно исчезают у нас на следующий день или через день. То есть, дорога настолько популярна, потому что в час пик объездная дорога, она вся в пробках. По Челюскинцев, до Челюскинцев, дорога вся в пробках. Народ старается, кто знает более-менее город, прорваться вот сюда, вот на эту дорогу, на асфальтированную, на шестую, на горную. И действительно, впервые дорожные знаки появились здесь в начале осени. Спустя один день они исчезли. Такая же история повторилась и во второй раз. Кто знаки убирает, никому неизвестно. Но местные жители называют их доброжелателями. Ведь по этому мосту ездят уже много лет. Запреты на передвижение не решение, считают они. Нужно просто сделать ремонт. Проезжал по этому мосту на Кразе. Он был в нормальном состоянии в том году. Как? В 90-м году он был в нормальном состоянии. Потом стал помаленьку рушиться. Но оказывается, этот мост не сдан в эксплуатацию еще с 1969 года. С тех пор его считают недостроим. А в 2015-м, после технической оценки, он признан аварийным. Поэтому в городской мэрии приняли очевидное решение. В связи с аварийным состоянием сооружения движение по мосту ограничено знаками «Въезд запрещен» и «Движение пешеходов запрещено». В настоящее время Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула ведет подготовку аукциона на определение подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию моста. Однако, почему мост, признанный больше семи лет назад аварийным, столько времени простоял без знаков и ремонта, до сих пор неизвестно. Артем Тарасов, Сергей Балуев. Новости.